Здравствуйте! Слушайте, вот получил крик души такой в виде вопроса. В сексе вообще нельзя получить удовольствие. Это добровольно-принудительное мероприятие. Что-то вроде субботника на работе. Так пишет мужчина. Довольно странное письмо. Обычно так женщины пишут, особенно умудренные опытом семейной жизни. И очень многие женщины, которые много лет прожили в браке, там не 2, не 3, не 5, а 10, 15, то есть и больше, то есть такие бывалые жены, тертые. Они говорят, ой, это секс опять одно и то же. Вот что больше варить, настраиваешься на дело. Что уборку делать, то же настраиваешься на мероприятие. Потом хоть фу, целую неделю можно не убирать. Вот так и секс тоже, совместный домашний труд. Собрались, потрудились, получили результат. Вроде галку поставили и можно больше к этому не возвращаться в течение какого-то времени. Такое я слышала от женщин, но не слышала от мужчин. У меня попадались, я говорила в ролике, когда муж не хочет свою жену, что есть такие мужчины редкостные, которые не хотят свою жену по каким-то причинам, но от природы, возможно, они асексуальны или зажаты очень в своих комплексах, или выросли в такой семье, где все эмоциональные посылы как-то давились в них. То есть не было принято ласкаться с той же мамой. Никто ребеночка не целовал, в попу не дул, в пупочек вот так вот не делал, и ручки его не целовал, и ножки не целовал, и не прижимал к себе, не говорил, ух ты мой хорошенький. И он вырос в такой эмоциональной изоляции, и для него телесный контакт для такого мужчины не является способом проявить свою любовь и ее востребовать, вот, или, возможно, он попал в такую жизненную обстановку, ну, как деформирован своими отношениями, настолько, что, ну, получал от жизни психологические шишки за то, что проявлял свои чувства, и поэтому эта деформация наложила вот такой вот глубокий травмирующий отпечаток на психику мужчины, что ему это не надо часто, вот женщине нужно в этой ситуации чаще, чем ему, и для мужчин это получается такая принудиловка, вот. Ну, в таком случае я всегда говорю, что есть такое понятие, как супружеский долг. Раньше вот все проще было, супружеская жизнь регулировалась церковью и постами, то есть пост нельзя, а постов там 270 дней в году, а вне поста можно, да, вот. И на самом деле для молодых это, конечно, тяжело, когда хочется каждый день и 10 раз в день, да, а потом с возрастом просто супружеская жизнь, это же не только, когда тебе 20 лет или 25 лет или 27 лет, да, супружеская жизнь это там до 50, а то и до 70, вот. И в 50 лет так же хочется, поверьте мне, и 50-летие они себя старыми не считают, они себя считают зрелыми в самом соку, вот самое время сексом-то заниматься, вот. И чтобы вот этот свой, как бы, потенциал не разбазарить, а сохранить на всю жизнь. Вроде как вот пост нельзя, а после поста-то соскучились, ой, можно, ой, только вот, только вот, только вот все попробовали, все поделали, раз, опять нельзя, опять пост. И так вот все это дело регулировалось. То есть вроде как не сам ты выбираешь, когда я хочу, там, муж говорит, жена, ну-ка давай, а жена такая, ой, у меня сегодня инструация, у меня сегодня голова болит, а вот сегодня пост. Вроде как ни мужу нельзя, ни жене нельзя, а потом к концу поста оба соскучились, уже никакая инструация не помеха, уже все хотят. И то же самое в обратном направлении. И для мужа тоже, только жена такая на него, куда пошел, акунилингус, а муж такой, пост, у нас пост. Вот, в этом смысле регулировалось. И с другой стороны, есть такое понятие супружеского долга. То есть брак совершается для того, чтобы человек все свои беды и печали, горести, радости, счастья, несчастья, болезни, нужду, здоровье, все делил со своим супругом. И, в общем, зачем мне нужно искать приключения на свою голову или на свою головку, где-то на стороне, когда у меня под боком есть родная жена или родной муж, когда я могу все свои потребности справить с ним, с любимым человеком, с одной стороны. А с другой стороны, я не хочу не с любимым, меня вырвет вообще, если какой-то чужой вонючий дядька или тетя будет ко мне как-то приставать и липнуть. Зачем, зачем, зачем? Вот у меня хороший, любимый, я все его местечки знаю, мои тоже. Вот мы сейчас с ним там эту симфонию забабашим. И с этой точки зрения, тема супружеского долга тоже носит такой охранительный режим. То есть, если одному партнеру надо больше, а второму меньше, вот всегда может один партнер, пожалуй, мог раньше своему духовному отцу и сказать, что мне делать, батюшка, меня вот прям вот член перевешивает, не могу по улице идти, все время думаю о сексе, а жена не дает. Батюшка поговорит с женой, скажет ей, ты что делаешь-то? Ты муж-то на грех наводишь. Тебе надо, чтобы он ушел разбазаривать свои таланты за пределы семьи? У-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И женщина сразу так, да, ой, так надо, ну ладно, тогда буду исполнять. И тема супружеского долга тоже хорошо работает в двух направлениях. И я уж не знаю, что от вас хочет жена, может она от вас хочет каких-то там невероятных колоссальных подвигов, чтобы вы так и сяк, но во всяком случае, может вы уже не мальчик, возможно, да, и возможно вы не способны, может быть, на какие-то сверхэкстремальные сексуальные марафоны, но супружеский долг вы выполнять в состоянии. Но с точки зрения, сейчас такой каламбур скажу, но это очень важно, с точки зрения физиологии это очень нравственно исполнять супружеский долг. Вот тема супружеского долга это такой стык физиологии и нравственности, то есть это хорошо и для души, и для тела, и целесообразно, и гармонично, и органично, и поэтому в этом плохого ничего нету, если для вас это субботник, пусть будет субботник, как реабилитировать супружеские пары, как себя настраивать на секс, как себе формировать сексуальную доминанту, как переключаться, чтобы, если ты не имеешь возможности сексуально разрядиться, а вроде хочется, и в том числе и хочется сохранить и накопить энергию, куда и как переключаться, я об этом много раз говорила, вот, но в семейной жизни, особенно в длительной, и в том, что вы поддерживаетесь какого-то ритма, даже если вам не уж не очень так хочется, в этом тоже плохого ничего нет, и это обычное, поверьте мне, явление. Вот так. Пока!